Всем добрый день! Мы продолжаем с вами разговаривать про то, как научиться все успевать, научиться тайм-менеджменту. Меня зовут Демьяна Ольга Владимировна, я заведующий кафедрой экономики производства Казанского федерального университета, профессор, доктор наук, наставник, консультант по тайм-менеджменту и автор ряда книг по тайм-менеджменту, которые помогают людям, вне зависимости от того, студенты, предприниматели, руководители крупных производственных предприятий, помогают им научиться управлять собой во времени. Как мы будем с вами двигаться? У нас будет четыре основных блока работы. Первый блок посвящен наведению порядка в текущих делах. Для того, чтобы начать работать в сторону повышения эффективности своего времени, чтобы научиться все успевать и быть довольным, нужно сначала навести порядок в своих делах. Второй этап – мы с вами научимся планировать новые дела. Что же такое за целеполагание, какие есть основные методы и как можно поставить себе достаточно комфортные и понятные цели? Третий шаг – это пересборка текущих дел. У человека всегда есть определенные дела, которые связаны всегда с ним. Это текущие дела его, и эти дела невозможно просто так бросить, от них невозможно отказаться. И здесь третий этап направлен на то, чтобы посмотреть, как пересобрать их, как пересобрать эти текущие дела для того, чтобы комфортно выполнять и наши новые цели. И четвертый этап – мы настраиваем новый график работы. Это заключительный этап, который позволит вам достаточно комфортно встроить определенные методы тайм-менеджмента в свою обыденную жизнь. Сегодня у нас с вами второй шаг. Второй шаг связан с тем, что мы будем учиться планировать новые дела. После того, как мы навели порядок, мы расставили и убрали все, что не нужно нам, мы начинаем думать о том, а какие у нас есть цели, какие у нас есть мечты. Для того, чтобы быстро продиагностировать ваши узкие места в целеполагании, как вы можете ставить цели, не можете, например, ставить цель, вообще вы занимаетесь целеполаганием или нет, я предлагаю вам пройти небольшой тест. Это 10 вопросов. Отвечать нужно, если вы отвечаете нет, вы ставите себе 0 баллов. Если вы отвечаете скорее да, чем нет, вы ставите себе 0,5 баллов. И если вы отвечаете да, вы ставите 1 балл. И здесь, если вы набираете 10 баллов, это означает, что вы прям супер прокачаны в отношении целеполагания. Обратите внимание на вопросы. Вопросы достаточно простые, но от вас потребуется конкретный ответ на данный вопрос. Посмотрите, в чем заключаются эти вопросы. У меня много целей. Я часто теряю интерес к целям. То есть я, например, креативлю, разрабатываю несколько целей, а через неделю я уже не помню, о чем я думал и мечтал. Третий вопрос. Я не задумываюсь, почему я не достигаю эту цель? То есть не достиг и ладно. А иногда бывает так, что я ссылаюсь на внешние обстоятельства или вообще даже забываю, что эту цель я не достиг. Четвертый вопрос. Я часто переключаюсь на другую цель. То есть я вот такой человек, которым такой, как вспышка, мне сегодня интересна эта цель, я туда бегу. Завтра мне интересна другая цель, я в другую сторону бегу. Если у вас такой есть, вот отвечайте соответствующим образом на данный вопрос. Пятое. При формулировании цели я не учитываю ограничивающие факторы. Цель в зависимости от мечты, она достаточно конкретна и консервативна. И в основе цели всегда ресурсы, с одной стороны. С другой стороны, возможность привлечь эти ресурсы. Поэтому очень внимательно над собой понаблюдайте. А учитываете ли вы вообще вот эти ограничивающие факторы, ограничивающие ресурсы в достижении тех или иных целей. Шестой момент. Мне трудно понять, как цель оптимизировать, то есть как цель описать количественно. То есть я пишу качественные цели, что я хочу, что мне нравится, что меня вдохновляет. Но обязательно с точки зрения управления, если мы не отцифровываем процесс, мы не управляем этим процессом. Я всегда советую какую-нибудь цифру включить. Это может быть цифра, которая сосредоточит вас на какой-то конкретный период или на какую-то конкретную дату. Но в любом случае можно прописать цель количественно. Седьмой вопрос. Мне часто мешают достичь цель какие-то внешние обстоятельства. И если я говорю «да», это не очень хорошая ситуация, потому что в этом случае я всегда ссылаюсь на какие-то факторы, которые мне так или иначе помешали в достижении моих же целей. Восьмой вопрос. Для меня цель – это общее состояние без конкретных шагов и действий. То есть чем конкретнее вы будете прописывать цель, чем она будет понятнее вам самому, чем она будет проще, тем лучше. Девятый вопрос. Я ставлю цели, не рассчитывая на собственный ресурс. Я опять-таки повторюсь, потому что считаю, что это очень важно, что в любой базе цели – это ресурс. Фактический ресурс, ресурс по возможности привлечь тот или иной ресурс, но это все же ресурс. Поэтому если он у вас есть и вы его всегда планируете, то это очень классно. И десятый вопрос. Мне трудно планировать срок достижения целей. То есть я как бы побаиваюсь ставить определенную дату. Так вот, если вы замечаете в себе, что вас как бы так триггерит насчет даты, то я советую вам наоборот ставить срок выполнения своих целей. Собственно говоря, вот небольшие вопросы вам подскажут, какие есть частые проблемы в целеполагании. Итак, переходим к традиционному нашему запросу. Вот, к примеру, мы с вами сейчас рассматриваем целеполагание, как научиться вообще работать с целями, как их планировать. Когда мы начинаем там изучать и прокачивать в себе компетенция, всегда лучше, если есть определенный запрос. Подумайте, может быть, вас что-то сейчас волнует, может быть, вы хотите какую-то новую перспективу карьерного роста, может быть, вы видите в себе какие-то новые возможности развития. Подумайте и запишите этот запрос. Пусть он будет сначала общими фразами. Пусть он будет вначале, ну, прям вот настолько мечтой, да, настолько там несбыточной мечтой, но в любом случае это будет ваш запрос. И дальше через методы вы попробуйте этот такой общий, да, воздушный запрос попробуйте приземлить на конкретику, на цифры и на конкретное состояние, о которых будет идти речь. Итак, какие частые узкие места в целеполаганиях я наблюдаю у своих слушателей? Вот смотрите, я ставлю много целей, реально, то есть, да, когда мы начинаем планировать, мы планируем и это, и это, мы много чего хотим. И это может быть таким слабым местом в целеполагании. Второй момент, некоторые цели я забываю. То есть у меня был такой опыт, мы проводили эксперимент со студентами, и я выявила, что 30% людей через две недели забывают свои цели. Те цели, о которых мечтали и думали, и говорили, что это классно, мы туда пойдем, мы будем это реализовывать, нам это интересно. 30% людей через две недели забывают цели, которые прописывают сами. Я не фиксирую цели, то есть, если у вас это в голове, вы никуда это не зафиксировали, а я советую тайм-менеджмент, да, учиться тайм-менеджменту со своим блокнотом, со своим карандашом, это очень важно. Чем чаще вы научитесь фиксировать свои цели, задачи в том числе, но цели это тоже очень важно, фиксируйте цели, прописывайте их, не бойтесь описать все, о чем вы думаете, о чем вы мыслите, это ваш дневник, это ваше такое продвижение в тайм-менеджменте, тем лучше будет. И мне постоянно кто-то или что-то мешает, то есть, я всегда включаю оправдашку и говорю, а эта цель как бы хороша, но вот какие-то обстоятельства мне помешали к этому прийти. Идем дальше. Итак, с чего можно начать тренировать цели и полагания? Есть очень много методов, мы с вами рассмотрим только несколько из них. Первый метод называется «хочу, могу и надо». Как работает данный метод? У человека есть три траектории, так скажем, развития целей. Первая траектория – это «что я хочу». И вы можете прописать реально все свои хотелки, что вы хотите в отношении обучения, карьеры, здоровья, семьи, благополучия, финансов, работы, развлечений и так далее, и так далее. Вы это прописываете большим списком, вы можете очень много прописать, но это будет отвечать, все ответы будут как бы отвечать на один вопрос «что я хочу». Второй вектор развития – это то, что я могу, то, что я могу сейчас сделать. И вы прописываете в контексте тех целей, которые вы прописали в первом треке «я хочу», вы прописываете, а что реально вы можете. Я могу то-то, я могу это, я могу то-то. И третий вектор развития – а что мне сейчас реально нужно, что мне сейчас реально важно сделать. Это третий вектор, и он тоже очень важный. После того, как вы расписали все три вектора, вы начинаете смотреть и складывать это вместе. У вас получится определенная там каскад или определенная матрешка, у вас получатся определенные шаги, когда вы будете из позиции «что мне нужно сейчас сделать?», выходить в позицию «что я хочу». Вы увидите эту связь, а может быть вы ее не увидите, тогда вы начнете заново прописывать все эти вектора. Этот метод позволяет очень классно проектировать, во-первых, все наши хотелки, что мы хотим реально. И второй момент – этот метод вам подскажет, а что реально сейчас это нужно сделать, в какой текущей вы ситуации находитесь. И вот тренировка целеполагания в рамках этого метода, она человека учит балансировать такое стратегическое состояние, то состояние, к которому я хочу прийти, и не забывать текущее – что сейчас происходит, какие важные задачи мне уже сейчас нужно сделать. Это очень важный момент. И смотрите, на рисунке есть такая площадь, где идет пересечение всех трех векторов – то, что я хочу, то, что я могу и то, что мне нужно сделать. Так вот, именно эти цели, которые попадают в общую площадь – это цели, которые имеют вероятность реализации 80%. Идем дальше. Следующий метод называется метод 3 списка. Как этот метод работает? Этот метод работает в три шага. Первый шаг – мы составляем 25 своих целей, 20, 25, 30 целей. То есть вы садитесь и начинаете писать на вопрос, задаете вопрос себе, что я хочу, какие цели я хочу достичь. И вы начинаете прописывать минимум 20-25 целей. Иногда я прошу у слушателей 30 целей записать. Что вы реально хотите? Здесь есть определенный момент. Обычно на 10-й цели люди начинают говорить о том, что целей уже нет, я уже все прописал, а что я хочу, что я опять повторяюсь. Так вот, вы зафиксируете это состояние, оно может быть, вы будете сопротивляться, но я вас уверяю, самые лучшие цели в списке от 15. То есть самые креативные, самые важные цели, они находятся под пунктом, начиная с 15-го. Второй список. Второй шаг, он связан с тем, что мы вот весь объем наших целей, которые прописали, а их может быть 30 целей, мы смотрим и выбираем только 5. Мы выбираем из них только 5 и записываем их во второй список. И третий список, который состоит из трех целей. Из пяти целей предыдущего списка мы выбираем только 3. Вы скажете, а зачем мы писали первый список? А я вам скажу, вы его оставьте и через определенный промежуток времени, когда вы увидите, что вы реализовали цели из списка 3, вы можете вернуться к первому списку и посмотреть, а что же я еще придумывал, о чем я еще думал и что можно уже еще взять в работу. Идем дальше. Следующий важный метод – это матрица Эйзенхауэра. Я говорила о том, что человек, он живет, несмотря на то, что мы живем здесь и сейчас, мы живем в настоящем, человек все равно думает о будущем. И вот это состояние, когда мы думаем о будущем, мы пишем очень классные цели, заставляет человека немножко улетать из реальности. И все-таки я говорю, что тайм-менеджмент – это про текущую ситуацию. И вот эту текущую ситуацию нужно понимать. А для этого с целеполаганием очень важны есть компетенции, как научиться делать приоритеты. И вот есть некоторые матричные методы в тайм-менеджменте, которые позволят вам научиться ставить приоритеты. Когда все важно и большой массив информации, которую нужно переработать, человек же начинает с чего-то, а с чего начать. И вот эти матрицы вам позволят научиться расставлять приоритеты. Рассмотрим первую матрицу, которая весь объем дел, весь объем работы может разделить на два основных критерия – это важность и срочность. Автором этой матрицы был Эйзенхауэр, и он говорил о том, что весь объем работы, несмотря на то, какой он может быть и большим, и маленьким, его можно разделить на четыре группы, на четыре группы, так скажем, факторов. Первая группа, я отметила ее красным. Это достаточно важные дела и срочные. Почему красный цвет? Потому что их нужно сделать очень быстро. Это дела с жестким таймингом, их нужно было делать еще вчера, но они серьезно, в общем-то, влияют на ваше текущее состояние и на ваши цели в будущем. Эти дела нужно сделать очень быстро. И основная стратегия работы с такими делами – это сделать быстро, сделать немедленно. То есть тут уже обсуждать, рассуждать, анализировать, исследовать. Времени нет. Самый главный ресурс у человека в этой точке – это сделать быстро. То есть у человека должен быть работоспособный ресурс для того, чтобы эти дела сделать быстро и качественно. Почему я отмечаю этот квадрат красным? Потому что вероятность ошибок в этом квадрате будет наибольшей, потому что человек, как правило, торопится, у него времени остается мало на то, чтобы сделать важные большие дела. Второй квадрат, такой зелененький квадрат – это важные дела, но время есть у нас, они не такие срочные. Что это означает? Это ситуация, когда у вас есть стратегические важные дела, а важные дела – это достаточно объемные бывают дела, которые сразу ты не сделаешь. Эти дела всегда требуют анализа, изучения, может быть, даже провести интервью с кем-то, спросить у кого-то совета, чтобы понять, как дальше двигаться или что-то делать. Но всегда есть время на то, чтобы сделать. Поэтому это квадратик, такой зелененький, это комфортный цвет, который показывает, что здесь, в принципе, для важных дел есть время, чтобы этими делами заниматься качественно, чтобы потом не возвращаться к ним. Так вот, самая основная позиция человека в этом квадрате – это запланировать эти дела. Потому что если мы эти дела упускаем, потом этот зелененький квадратик становится у нас красненьким, и эти важные дела становятся уже срочными, и мы опять побежали. Мы побежали выполнять эти дела. Следующие два квадрата относятся к неважным делам. И здесь очень важно отметить контекст, в какой позиции вы находитесь в этой ситуации. То есть, если вы руководитель, если у вас есть команда, если вы можете и имеете ресурс делегировать дела, то все неважные дела я советую делегировать. То есть, рутинные дела, такие дела, которые не требуют достаточно больших умственных возможностей, аналитических. Можно делегировать специалистам другого класса, так скажем. И поэтому, если вы руководитель, если вы имеете команду, имеете подчиненных, то вы можете эти дела делегировать. Если вы не руководитель, и дела вы делегировать не можете, то здесь, конечно, нужно смотреть, насколько, какой контекст. И все зависит от того, в каком контексте вы сейчас находитесь. Ну, стратегия одна, нужно отказываться от этих дел, потому что эти дела, они являются пожирателями времени. Вот так говорит Эйзенхауэр. Идем дальше. На следующем слайде я специально для вас сделала такую вспомогательную табличку, которая вам поможет расписать, прям сесть и расписать, провести ревизию своих дел. Попробуйте взять, допустим, неделю назад, вот этот срок для того, чтобы понять, а какие важные и срочные дела у вас постоянно возникают. А какие есть важные, но несрочные дела, которые вы откладываете, например. Какие есть дела, которые, по вашему мнению, и несрочные, и неважные. Вот, к примеру, с точки зрения управления, если вы, как управленец, ставите дела, да, ставите какие-то поручения, но не определяете срок, для подчиненного такие поручения всегда будут неважными и несрочными. А это значит, процент выполнения их будет ноль. Соответственно, такая табличка вам поможет начать ранжировать, учиться ставить приоритеты различных задач, целей, которые вы выполняете, заданий, просьб, на которые иногда мы можем откликнуться, иногда нам нужно научиться говорить нет. Но, тем не менее, табличка подскажет вам, как можно упорядочить ваши дела и, самое главное, учиться использовать приоритеты, то есть расставлять приоритеты важности в каждой конкретной точке. Идем дальше. Следующая матрица называется «Время-деньги». Сейчас такое время, что, ну, хороша ложка к обеду, то есть есть такая пословица, да, и если мы вовремя не делаем какие-то дела, это означает, что, собственно говоря, мы вложились в то, во что, в чем не получили результата. И вот смотрите, эта матрица подсвечивает нам два других критерия. С одной стороны, это время реализации, то есть и время может быть, мы какие-то задачи выполняем быстро, а какие-то выполняем медленно. И второй важный показатель – это стоимость реализации. Под стоимостью реализации в этом случае понимается не только финансы, например, не только денежная составляющая, но и любые другие ресурсы, любые другие ресурсы, в том числе и привлечение, например, других людей, экспертов и так далее. То есть смотрите, четыре базовых стратегии. Если мы говорим о том, что дела мы можем делать быстро, то самый первый критерий, в зависимости от того, насколько мы быстро будем быстро решать те или иные дела. Первый критерий, когда мы делаем быстро и дешево. То есть самые дешевые дела по ресурсам, которые не требуют слишком больших ресурсов, и по времени они быстро реализуемы. К примеру, в технологии бережливого производства системы Кайзом, когда рабочих обучают на рабочих местах улучшать свое рабочее пространство каждый день по чуть-чуть, как раз вот этот метод и используют. То есть мы учим, так скажем, рабочий персонал прививать в себе культуру, улучшать каждый день по чуть-чуть минимальными ресурсами, но иметь достаточно ощутимый результат. Второй критерий, когда мы делаем быстро и дорого. То есть иногда бывает так, что от нас требуется вложение. И опять-таки я повторюсь, что вложения не только финансового характера. Вложения могут быть и материальные, и инструментальные, оборудование, какое-то нужно программное обеспечение и так далее. И вот здесь вот второй приоритет, вторые дела по приоритетности, когда их можно сделать быстро и с привлечением возможных ресурсов. Третий приоритет и четвертый приоритет, если вы посмотрите, да, я тоже их отметила красным и желтым цветом, это говорит о том, что эти дела нужно еще посмотреть, не сразу туда бежать, не сразу выполнять эти дела. Те дела, которые выполняются достаточно медленно, они могут потерять актуальность. И те ресурсы, которые вы вложили в выполнение этих дел, не дадут вам ощутимого результата. А иногда получится так, что результата вообще не будет. Вы получите не то, что ноль, а убыток. То есть вы потеряете время и потеряете ресурсы, которые направляли на реализацию данных задач. Поэтому, если есть дела, которые достаточно медленно реализуются и требуют достаточно больших вложений, я советую на них внимания не обращать. Их можно мониторить, то есть можно держать в фокусе внимания. Но основная, так скажем, деятельность должна разворачиваться в контексте быстрых решений, в контексте решений, когда можно организовать даже самое такое большое, да, там, дело какое-то, проект, все равно раздробить на какие-то понятные вещи для того, чтобы каждый шаг, он был оценен по времени и по ресурсам. Идем дальше. Следующая матрица вам подсветит такой важный аспект, как сложность выполнения и эффект, который мы получаем. В зависимости от сложности, да, у нас бывают сложные дела, например, когда дела зависят не только от нас, но и нужно там командой поработать. А еще сложнее дела, например, на предприятии, когда нужна определенная первичная информация от других отделов. И вот большое, большое время уделяется для того, чтобы собрать эту первичную документацию или информацию ото всех отделов. Это достаточно проблематично и сложно. Есть дела, которые несложны, можно и сделать быстро. Соответственно, эффект. Эффект тоже может быть. В зависимости от того, какой эффект мы получаем, а он может быть достаточно значительный и он может быть незначительный эффект. То есть вот здесь вот тоже я вас хотела бы, так скажем, подсветить вам то, что не всегда дела можно однозначно трактовать. И вот эта матрица эффективность, да, от реализации, какой вы эффект получите. И опять-таки вовсе не обязательно, что эффект будет только, например, в деньгах. Если перед вами, например, стоит вопрос, а в какой проект заходить, да, какой проект, например, в каком проекте работать или в какой компании работать, я советую рассматривать эффект от, допустим, внедрения или эффект от участия в тех или иных проектах и под эффектом понимать достаточно емкое понятие не только про деньги, например, да, но и про перспективы, ну и какие-то преференции, какие-то льготы и так далее, и так далее. То есть не всегда можно оценить в системе жизни все деньгами. То есть особенно студентам очень важно понимать, что под эффектом от реализации может быть и возможность участвовать в достаточно интересных проектах и получать достаточно интересный опыт работы. Это тоже очень важно, сейчас на рынке это дорогого стоит. Идем дальше. Следующий важный метод – это целеполагание по смарт. Смарт-технология состоит из пяти базовых показателей или ключевых характеристик, которыми должна обладать цель. Вот вы возьмете любую цель. Кстати, этот метод активно используется в целеполагании промышленных предприятий, в целеполагании предпринимателей, которые вызывают свой бизнес. Также его можно использовать и в личностном развитии, когда вы садитесь и начинаете смотреть свою цель. Вот вы прописали свою цель, например. Вы никогда не задумывались, что есть цель у человека. Подумайте, что вы хотите, например. И дальше вы можете через этот метод, через пять основных ключевых состояний целей посмотреть и дальше прописать эту цель более детально. Посмотрите, что включает в себя пять основных этих показателей. Первый показатель – это конкретика. Чем конкретнее вы прописываете свою цель, она будет понятна. Она понятна вам, понятна окружающим, например. Понятно, о чем это. То тем будет лучше. То есть вы проходите первый критерий конкретики. Второй критерий – измеримость. Измеримость означает, что в основе вашей цели есть определенные измеримые показатели. Это может быть рубли, это могут быть натуральные единицы измерения, километры, килограммы и так далее. Чем вы чаще будете смотреть на свою цель через цифры, тем будет интереснее для вас самих же. Третий момент – это достижимость. То есть здесь идет сверка над вашими возможностями. Почему, например, люди покупают очень много курсов обучения и процент, когда они доходят до финиша, очень маленький? Потому что теряют не только интерес, например, но и в этом случае, набирая определенные курсы, например, а иногда бывает и проекты, человек просто переоценивает свои возможности. Посмотрите, насколько эта цель достижима в рамках измеримых показателей, в рамках дат, которые вы дальше будете ставить. То есть чем цель достижима, тем лучше, потому что в этом случае реализуются концепции маленьких шагов. Каждый день, но по чуть-чуть. Маленький шаг приближает вас гораздо быстрее, чем один шаг, но в течение большого времени. Здесь мы говорим о маленьких шагах по чуть-чуть, но каждый день, то есть с определенным повторяющимся маленьким интервалом времени. Четвертый показатель – это значимость. То есть в этом случае очень важно понимать, что значимость – это цель, или корреляция вашей цели. То есть это цель, которая комфортно входит в то, что вы сейчас имеете. В данном случае о чем это? Это говорит о том, что ваша цель, она не противоречит, например, правовому полю. Она не противоречит, например, стратегическим развитием отрасли. Она не противоречит определенным нормативным, моральным ценностям. Эта цель лаконична, и она понятна, например, для вашей семьи, для общества, в котором вы живете. И пятое – для компании значимость целей. Это может быть и насколько эта цель коррелирует с той корпоративной культурой, которая создается в компании. И пятая цель – это четкие сроки. Ставьте сроки. Вот у меня слушатели спрашивают, а если я поставлю срок и не достигну к этому сроку цели? Зато у вас будет определенная информация для размышления. Почему я не достиг к этой цели? Никто вас ругать не будет за то, что вы не достигаете своих целей. Поверьте, ну, собственно говоря, никому не интересны чужие цели. Самый главный пользователь целей – это вы. И получается так, что и даты реализации целей вы сами ставите и сами же анализируете. И ничего страшного, если вы потом скорректируете эти даты. И так бывает, что мы же видим на кейсе успешных людей, мы видим, да, на кейсах успешных людей, что такие глобальные цели, они там не создаются одним днем. Они могут создаваться десятилетиями. И это о чем говорит? О том, что показатели, которые представлены в смарте, да, в смарт-методах, они достаточно гибкие, и никто вам не мешает, например, чуть-чуть напрячься и сделать более высокую планку. А если вы видите, что появляются какие-то внезапные события, что вы там устаете, никто вам не мешает эту планку чуть-чуть снизить. Но, опять-таки, все зависит от контекста, все зависит от внешней ситуации и от тех обязательств, в которых вы работаете. И так, какие выводы вы сделали? 5 минут, традиционные наши 5 минут, для того, чтобы вы смогли для себя сделать выводы относительно вашего целеполагания. Посмотрите на целеполагание сверху, как наблюдатель, как управленец. И какой первый шаг вы сможете сделать? Какой первый шаг вы сможете в отношении целеполагания сделать уже завтра? А может быть прямо и сейчас? Итак, на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok